Рад всех приветствовать на моем недостроенном балконе. Сегодня речь пройдет про ударную дрель-шуруповерт в одном устройстве. Это модель тамфон 20 вольт от известного китайского производителя Xiaomi. Устройство может заменить обычную проводную дрель. Расскажу про плюсы, а также минусы этого устройства. Не обделен как хорошими сторонами, так и плохими. Начну с комплектации. Пластиковый кейс. Вместе с ней идет зарядка с китайской вилочкой без переходника. Переходник в комплект не положили, благо устройств китайских дома хватает, переходник нашелся. В комплекте было 8 бит с переходником. По-моему, столько же сверл. Можно сейчас посчитать. Все, что комплектное, это полное. Лучше сразу заменить. Пользуюсь постольку-поскольку. После этого выкину биты и все это сверло уже погнулся. При этом я еще ничего не совершил, кроме пластика. Также в комплекте само устройство и аккумулятор. Плюс, что аккумулятор разборный. В случае, если аккумуляторы просядут, их можно будет заменить. Там, по-моему, четыре или шесть, восемнадцать пятьсот баночек стоит. Обещает производитель тысячи циклов заряда-перезаряд-заряд выдержать. При домашнем неактивном использовании, это сразу говорю, непрофессиональное устройство, должно хватить надолго. корпус устройства выполнен из прочного матового пластика. По заверению производитель, он ударопрочный, но мне пока еще не приходилось его бросать, ронять. Сделано все на славу. Ни люфтов, ни скрипов, ничего нет. Держишь в руках добротное устройство. Немножко про технические характеристики. Как сам инструмент весит тысяча двести грамм. И можно работать в одной руке в течение продолжительного времени, то есть получаса, а не отвиснет. Нормальный вес устройства. Комфортный. Зовем его комфортным. Это не много, не мало. Лидий-полимерный аккумулятор вносит свой вклад, что рука не успевает отвиснуть. Да, он не легкий, не супер компактный, но опять-таки определено это его характеристиками. То, что им можно сделать. Да, им можно затянуть, просверлить и даже пробурить отверстия в стене из бетона кирпича. Скорость работы. На первой скорости он выдает до 600 оборотов в минуту. На второй скорости до 2000 оборотов в минуту. С 19,5 тысяч ударов в минуту он выдает максимально в режиме перфоратора. Эффективность работы удар на дрели. Здесь не думаю, что супер высокая, но он с легкостью справляется для работы с сверлами 5-6 размеров, может даже восьмерку спокойно вытянет. Я использовал для работы с ним сверло, которые у меня были для перфоратора. Патрон по зрениям производителя до 13 миллиметров, но на самом деле можно до 15 установить сюда. Легко зажимает эти сверла и позволяет с ними работать. Пробедение, которое рассказывал, вносит свой вклад, но он ничтожно мал, если мы не говорим про профессиональное применение этого инструмента. У инструмента три режима работы. Дрель, шуруповерт и ударный дрель. Перфоратором не назову, потому что это устройство не может предъявлять на звание такого инструмента. Но в ряде случаев она с легкостью заменит домашний бытовой перфоратор. Что из технических характеристик этого инструмента еще может быть интересным? Крутящий момент 45 Нм. Это реально много. Это очень хорошее значение для бытового прибора. С помощью этого инструмента я смог повесить приточную вентиляцию. Смог легкостью просверлить 8 дырок сверлом по бетону. 25 скоростей работы. Самозатягивающийся патрон. Удобная клавиша переключения вращения. Есть подсветка. Спрятана под углом. 45 градусов. Не всегда удобно. Бывают некоторые случаи, когда подлезаешь и перекрывают. Но все равно это лучше, чем ничего. На устройствах, в которых светодиод вешается параллельно с патроном, там, возможно, удобнее будет работать. Перекры сложнее. Но такое решение тоже имеет место быть. Внутрь инструмента не залазил. Поэтому не скажу, какой здесь мотор. По заверению производителя, там должен быть качественный, с металлическими шестеренками. Хватит надолго. На самом деле, выполнял им, считаю, тяжелые работы. Это сверление бетона, сверление керамической плитки, которой был облицован балкон снаружи, с одной стороны. Получается, когда я делал сверление. Все выдержал. Работает прекрасно. Поэтому двери в насло. Я сейчас выбрал из комплект сверло, которым еще не пользовался. Оно по умолчанию, считаем, ровное. Аккуратно установил патрон, затянул. И сейчас я покажу, почему этот инструмент не является профессионалом. У него биение при вращении сверла. Небольшой люфт патрона, нормальное явление. Но... Сончик сверла имеет явное биение. Еще покажу комплектные сверла бита. Вот это сверло. Вчера я просверлил буквально 6 или 8 дырок в плинтусах. В пластиковых ПВХ панелях. Оно уже все изогнулось. Другой пример бита, который сперва откручивал саморезы, потом закручивал саморезы. В общем, источилось на двух десятках саморезов. Комплектная. Сразу в утиль. Еще в комплекте с инструментом шел переходник для бит. Но он тоже имеет кривизну на самом деле. Я оставлял туда разные битки. У меня есть бит и для отвертых разборных. И биение на конце очень сильное. И оно связано с тем, что вот эта штучка кривая. Что меня порадовало, обычный сверло от перфоратора. С легкостью смог установить патрон. Он принимает сверло до 15 миллиметров. Рекомендовано 13. Шестерка, пятерка. Легко ставится. И можно ими работать. Это видео не случайно записываю на недостроенном балконе. Потому что хочу показать в работе инструмент. Покажу самые тяжелые условия труда. Попробуем сейчас в режиме ударной дрели просверлить отверстия. Сперва пятерочкой, потом шестерочкой. Для дюбелей прикрепления флинтуса к бетонной стене. У меня вчера были намечены отверстия в панелях ПВХ. Сегодня я буду доделать работу до конца. Поехали. Сейчас подемонстрирую большее биение. Сверло больше длины. Кому мог бы порекомендовать данный инструмент? Всем таким, как и я, у кого есть буквально пару часов после работы до комендантского часа. Часа тишины. Когда нельзя сверлить, шуметь, производить строительные, ремонтные работы, чтобы не мешать соседям. Тем, кто решил благоустроить свое жилище. Ремонтировать, например, балкон, комнату, кухню, ванну. Может быть туалет, кладовую. Собрать мебель. Он позволяет быстро подсверлить отверстия, закрутить шурупы, саморезы, винты. Универсальный инструмент. И еще пару слов, почему стоит именно выбрать там фон 20 вольт. Я его сравнивал с конкурентами на российском рынке. Если взять безымянные шуруповерты, дрели, аккумуляторные. 10% сверху от его стоимости, от 5000 рублей. Это начинает, стартует устройство на российском рынке. Взять более именитых производителей, например, Bosch. У них совсем хитрая схема. Они продают устройство без патрона и без аккумулятора. Стоимость 5000 рублей. Ну, хочешь доложить, аккумулятор, патрон, зарядник, набор бит. Цена 9-10 тысяч рублей. То есть выиграв по цене два раза. А если взять профессиональный инструмент, милуоки, ну, либо еще что-то. Цена будет несколько раз. То есть два-три раза превосходить стоимость этого устройства. Поэтому для домашнего использования, сбережения семейного бюджета, рекомендую Tanfone 20 вольт. И еще добавлю, есть более дешевая версия 12-ти вольтовая. Но она не обладает теми характеристиками и свойствами, про которые я рассказал и показал в этом видео. Более простая модель, но менее притязательного пользователя. Поэтому рекомендую смотреть внимательно и брать именно 20-ти вольтовую. И всем желаю удачи при ремонте, стройке. До новых встреч. Про зарядное устройство заряжает где-то за час аккумулятор. Но больше всего мне понравилось, как китайцы обозначили расстояние. Они реально продумали о том, что вот это зарядное устройство нужно где-то повесить дома в гараже. Используйте его только для зарядки. То есть вот этот размерчик указан в китайских элементах. Реально плюс не часто такое встречаешь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова